жертва была принесена роман из жизни приволжского города так назывался роман с продолжением увидевший свет на страницах самарской газеты для всех в десятые годы прошлого столетия роман этот печатался на протяжении нескольких лет и несколько лет подписчики газеты с жадностью следили за хитросплетениями детективного сюжета и поступками героев почитаем этот роман и мы с вами тоже поехали заборы груды кирпича кривые улицы домишки а за собором каланча с уснувшим сторожем на вышке серые предрассветные сумерки уже позволяли глазу различать окружающие предметы небо было еще темно но где-то далеко на востоке появилась огненная полоска едва различимая из-за крыш городка молчавшего предрассветным молчанием можно было предположить что далеко от города со спящими своих домах обывателями ночью отбушевал пожар который теперь разгорался с новой силой так думал и возвращающийся как бы к себе а домой порфирий жгутов известный в городе как парфишка студент или жгут возвращался он из как он сам говорил одного злачного места официально известного как гостиница москва а в народе называвшегося сингапуром или капера на умом это было единственное место в городе где торговля спиртными напитками была разрешена круглые сутки жгут как почти всегда после ночи был сильно навесили а потому и не мог не думать чтобы ему еще такое выкинуть он примылся стучать в ставне домов орал кошкой в дождевые трубы принимался петь чесал спину а заборы и фонарные столбы а иногда сходил с тротуара на землю и начинал отбивать каблуками по ней воображая что очень искусно подражает оперному певцу который отбивал гопак какой-то виденой им опере когда жгут дошел до того самого дома где он сегодня думал остановиться на ночлег он сперва торкнулся в ворота потом в калитку но нашел их запертыми что его по-видимому не удивило не разносадовала тогда жгут отошел сторону и посмотрел еще раз на ворота оттуда обнаружив под ними словно бы нарочно оставленный для него лаз ах ты старушонка хитрый ты старушонка подумал про себя порфирий полез было в карман за сигаретой но потом передумал вернулся к воротам стал на дно колена и начал нагибаться но не успел он положить на землю обе руки когда его слуха донеслись странные хрипящие звуки оставим ненадолго штурмующего подворотню героя газетного романа жертва была принесена и расскажем вам о реальной истории произошедшей в самаре летом 1914 года в июне владельца магазина готова платье в улице гудкова заявила сыскному отделению что из ее запертого склада меховых товаров при магазине неизвестно кем похищены пять меховых мужских пальто три очень ценно горжета аляской лесы а также воротников каракулевых муфт и шапок всего на сумму в 1200 рублей полицейским надзирателем долгановым вскоре было установлено что в пивной лавке на углу троицкой и притеченской улиц побывали два известные рецидивиста только что освобожденные из тюрьмы которые предлагали хозяйке этой лавке купить у них караклевую муфту и горжет но тут же были остановлены более опытным по этой части иваном глядманом 37 лет который посоветовал им вещи не продавать после чего из пивной все скрылись а на следующий день впрочем о том что было на следующий день мы расскажем вам чуть позже забавную фигуру представлял собой жгут стоя как собака в стойке на двух коленах перед дырой под воротами он так и не успел опустить на землю вторую руку и теперь она висела в воздухе поднятая ладонью ни вверх ни вниз так интересны и странные были для него услышанные звуки в этой позе он пробыл довольно долго ровно столько сколько потребовалось по пьяному сознанию чтобы уяснить себе в чем дело а когда он уяснил это довольно хмыкнул и пошел к углу улиц который находился на расстоянии двух-трех домов там на одной из приворотных скамей жгут увидел источник поразивших его звуков на скамье положив возле себя дубинку мирно спал караульщик то что выходило из его носа и гортани действительно заслужило внимание здесь звучали пилы лесопилен медные трубы мюкли какие-то звери и стрекотали кузнечики подойдя караульщику жгут начал расталкивать его долго ему пришлось достигать этой цели даже рука устала наконец звуки стихли и раздался возглас чего надо дяденька свистни родимый искренним теплым тоном попросил жгут я те по башке дубинкой свистну ответил караульщик жгут уже придумал что он ответит на эту брань но тут его нос уловил какие-то новые запахи он стал втянулся когда поднял глаза кверху увидел что из труб того самого дома где он собрался остановиться на ночлег валил густой дым а мы тем временем возвращаемся к истории кражи вещей из магазина готового платья по соборной улице и так на следующий день глядман был разыскан агентом сыскного отделения лесных и задержан в сыскном отделении он категорически отрицал свое участие в продаже вещей и вообще всякое знакомство с известным рецидивистом парфеновым далее было установлено что похищенные вещи были проданы приемщику краденого австрийскому подданному федору мартинюку подрядчику штукатурных работ алексею николаеву и мещанке анне волковой в результате произведенного у них обыска часть вещей была обнаружена причем у николаева вещи были уже в распоротном виде мартинюка опытный приемщик купленные за бесценок вещи заложил в ломбард а вот у волковой вещи были найдены целехонькими все названные лица после некоторых препирательств сознались в приеме краденого и объяснили что вещи им доставил глядман отбираться дальше был уже бессмысленно но об этом мы расскажем чуть позже дом из трубы которого шел дым построен был очень давно несмотря однако на это он отличался прочностью и какой-то солидностью построен он был из бревен но бревна были такими толстыми что при случае дом кажется мог бы выдержать осаду дома этот в свое время построил известный богатей потапов по его смерти он оказался завещанным его любовницы лукерье ивановне черкуновой жил с ней потап 8 лет не считая еще тех двух трех лет когда она была девчонкой дочерью работника и все больше находилась на кухне в 17 лет лукерь ушка стала любовницей хозяина а когда потапова не стала унаследовала и этот дом и как утверждала народная молва осталась при больших капиталах жить бы ей поживать есть пряники печатные запивать их винами а заморскими но тут лукерья ивановна поняла что ни дня еще не жила той жизнью которой должна жить женщина если эта женщина не урод а красавица двадцати шести лет и вот на другой год ее обдавства на святки к ней как к богатому человеку и щедрому благотворителю приехал молодой хорошенький студент который рассыпался перед ней в комплиментах наговорил кучу похвал ее красоте и доброте и снился лушеньки всю эту ночь студентик этот после этого почти ежедневно приглашался на чай до самого своего отъезда в петербург ранней весной вернулся из столицы и объявил что он исключен лушенька приласкал его просила не отчаиваться и почаще бывать у нее в гостях чем тот и не применил воспользоваться студенты этого а звали порфирий жгутов а мы возвращаемся к вещам из магазина гудковый и к ивану глядману который будучи уличенным своей причастности к этому делу сознался в том что руководил кражей которые совершили одновременно вышедшие из тюрьмы иван парфенов борис дерябин и александр вовченков которые были разысканы и в краже сознались при этом выяснились детали совершенного преступления вся эта компания в четыре часа дня на двух извозчиках подъехала к парадному подъезду магазина спустилась в подвальное помещение склада где взломала замки и принялась хозяйничать выбирая самые ценные вещи после этого жулики уложили похищенные в картонной коробке с фирменными надписями и как покупатели вышли из помещения и уехали при этом выяснилось что один из приказчиков гудкова видел как с магазина выходили эти люди но не придал этому никакого значения приняв их за покупателей таким образом почти весь похищенный товар был разыскан и возвращен потерпевший что такое что за черт спрашивал сам себя порфирий поглядывая на густой дурь который продолжал выходить из трубы хотя от караучка до дома которому направлялся было не более 20 сажей этот путь казался ему таким длинным и досадным как будто бы он прошел несколько верст а дым все шел и шел какими-то странными порывами одно время он совсем прекратился а потом пошел сильнее и в воздухе запахло керосином и чем-то еще вызывающим тошноту очевидно печь растапливали торопливо усиленно и что-то жгли бросившись к подворотне порфирий пролез в нее саживая то руки то колено подбежал к тому окну откуда виднелся огонь сквозь щель в занавеске попытался влезть на завалинку но соскользнул с нее больно ударившись рукой чтобы достать наличник окна и уцепиться за него жгут сильнее подскочил но не рассчитал расстояния и больно ударился лбом оставлю но вот наконец ему удалось в окно заглянуть он смотрел вовнутрь и упал на землю как будто бы ему кто-то ударил по лбу а еще через мгновение он странно изгибаясь метался как пойманный зверь по двору ища выхода наконец подбежал к забору который граничил с соседним пустынным двором ухватился за верхнюю доску подтянулся и перекинулся на ту сторону в кустарник смешанный с ворохами травы здесь 40 лет как год один не знают люди перемены как рамки выцветших картин смиренно кроющие стены с вами был михаил перепелкин